Вот 10 минут назад трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро обижали, окружили наш лагерь. И прямо в палатке шаманов, их было, ну не знаю, может быть, несколько десятков человек на многих машинах. Трасса перекрыта, с той стороны перекрыта. Ворвались и началось, они его повалили на землю. Ну практически сразу, так сказать, такой большой толпой, вооружены, с автоматами, с дубинками. Поволокли, машину загрузили, молча. Мы спрашивали, кто старший, объясните, что происходит с фонариками. В ночи под утро, примерно 4 утра сейчас, может быть, чуть больше 5. Саша Шаман арестован. Дугаров Доржо, политический, общественный деятель. В данный момент проживаю в Финляндии. Дорогие земляки, я бы хотел обратиться к вам по поводу событий, происходящих в данный момент в Бурятии. С первых минут, как Дмитрий Баиров вывел людей на площадь Советов, я слежу за этой ситуацией. Мне позвонили сразу с площади Советов, активисты бурятские, и обо всем рассказали. Затем я звонил сам непосредственно депутату Баиру Циренову, несколько раз с ним разговаривал, а также говорил с бурятскими журналистами. Так что картину я, пример, полностью информацией владею. Действия наших республиканских властей и сотрудников правоохранительных органов можно расценивать только как криминальное уголовное преступление против жителей республики, против граждан Российской Федерации. Кто несет ответственность за эти данные преступления? Несомненно, вся ответственность лежит на республиканском руководстве в лице главы Республики Бурятия Циденове Алексея Самбуевича и министре внутренних дел по Бурятии Кудинове Олеге Филипповиче. Кроме того, я считаю, что также виновен ныне избранный с помощью фальсификации шутенков Игорь. Конечно, также очень много сотрудников полиции и Росгвардии несут прямую ответственность за события, происходящие в Бурятии. Как иначе расценивать то, что переодетые сотрудники правоохранительных органов в балаклавах, трусливо закрыв свои лица, избивают мирных граждан топорами и железными прутями, арматурой, кидают шашку слезоточивым газом. А сегодня ночью, как мне сообщили, похитили якутского шамана Александра Габышева, который просто шел в Москву. Да, он поставил цель изгнать Путина из Кремля, но он имеет право в это верить, но неужели в силу шамана верит путинское руководство, кремлевское руководство и подчиненное ему руководству в Бурятии. Это даже смешно. Вы, ребята, в средние века живете, видимо. Несколько дней назад, 15 числа, я обратился в Организацию Объединенных Наций, в профильный комитет с требованием надавить на российское руководство. Многие, наверное, уже читали мое обращение. Перевод его на русский язык был опубликован в российских интернет-сайтах. А также мы сообщили о событиях в Бурятии в ОБСЕ и в Совет Европы. Оттуда получили подтверждение, что Совет Европы внимательно наблюдает за событиями в Бурятии и будет предпринимать меры. Меня попросили о том, чтобы я составил список ответственных людей, виновных в событиях в Республике Бурятия, должностных лиц для включения их в санкционные списки, поскольку действия, совершенные властями, расцениваются как уголовное преступление. Также я обращаюсь к пострадавшим в ходе событий, тех, кого незаконно задержали, посадили в изоляторы ИВС. Вы должны обжаловать действия судебной власти, правоохранительных органов. Поскольку вы прошли первый этап, вы обжалуете высшестоящие инстанции и имеете полное право обращаться в Европейский суд по правам человека. Если вам нужна будет помощь для обращения в международные судебные инстанции, мы открыты для контакта. Пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем. Выражаю поддержку всем протестующим, верю в ваш успех и напоминаю о том, что единственным источником власти является народ.